МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа АЛЮМЕД. В плане нации 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ глава государства обозначила одним из приоритетов формирования профессионального государственного аппарата. Как воручение президента реализуется на местах? Об этом расскажет наш сегодняшний гость, директор регионального центра переподготовки и повышения квалификации госслужащих от Молинской области Алибек Паймагамбет. Здравствуйте, Алибек Паймагамбетович! Добрый вечер! Почему, на ваш взгляд, создание профессионального государственного аппарата стоит на первой позиции план нации? Это, наверное, не удивительно. Я думаю, что в мире порядка двухсот стран и везде существует государственный аппарат. И насколько он эффективно будет работать, насколько в данном государственном аппарате будут подготовлены люди, поэтому и будет развиваться государство. Вы же прекрасно понимаете, что мы сегодня должны, что в государственном аппарате, в первую очередь, должны быть очень подготовлены государственные менеджеры, которые будут эффективно управлять государством, регионом, селом АУ. Ну и чтобы выполнить главную задачу, вхождение. Войти в тридцатку – это очень серьезная, амбициозная задача. Я всегда своим слушателям курсов говорю, поверьте, уважаемые госслужащие, там нас не ждут. Они не будут ждать, когда мы с проблемами, которые, к сожалению, у нас немало. Нам необходимо ставить очень большие задачи, и ваша задача – обучиться. Обучиться, быть всегда соответствующим уровню, который сегодня требует время. Ну, по существу, Олег Викторович, все 15 шагов по реформированной госслужбе уже выполнены. Что, на ваш взгляд, нужно для дальнейшего совершенствования госаппарата, госслужбы? Да, в плане нации действительно 100 первых шагов, 15 шагов посвящены как раз госслужбе. Это не случайно. Глава государства прекрасно понимает, что без подготовленных кадров, те кадры, которые сегодня управляют государством. В каждом регионе есть, как вы знаете, по Акмолинской области, это порядка 6 тысяч госслужб, в целом в республике порядка 100 тысяч. И насколько они будут подготовлены, насколько они сегодня к новому реальному современности будут готовы, насколько они будут отвечать тем требованиям, которые предъявляются. Буквально вчера на телемосте он нам еще раз об этом подчеркнул. И не случайно, в девятом шаге, вы тут четко обозначили, и наша задача, это постоянно готовить эти кадры, обучать, совершать эти мастерства. Я думаю, что те шаги, 15 шагов они выполнены, не случайно, потому что без реализации, без выполнения, эти 15 шагов, вообще продвижение общества будет практически невыполнимо. Вот в рамках план нации в этом году прошла комплексная аттестация госслужащих корпуса Б. Скажите, какие цели она преследовала? Спасибо за вопрос. Да, в этом году я был сам членом аттестационной этой комиссии. Дело в том, что она проходила как основанность нашей оригинальной центра. В состав комиссии вошли опытные руководители, люди, которые знают, как продвигаться по службе, как они этого могли достигнуть. Жесткие условия были поставлены, конечно, наши, регламентирована была работа. Но через нашу комиссию прошли большую часть госслужащих, местных исполнителей органов власти. Я отрадно отметить, что в целом практически более 90-95% прошли на достаточно хорошем уровне. Это еще раз говорит о том, что в целом в нашей области подготовлены кадры. Надо отметить, что мы в первую очередь определяли их компетенции. Насколько и сегодня они отвечают тем тремой реальным сегодняшним времени. И мы еще раз убедились, что большая часть госслужащих соответствует занимаемой должности. Это, как показала статистика, мы видели, что в целом на госслужбу приходят и работают люди, которые знают, как работать, умеют работать. Но им необходимо где-то направить, где-то дать еще дополнительное образование. Я думаю, что перспективы этого работы надо проводить на постоянной основе. Мы должны сегодня формировать мощный государственный аппарат, который будет эффективно работать на тех или иных регионах нашей области. Руководимое вами ведомство занимается повышением квалификации госслужащих, переподготовкой. Скажите, как осуществляется этот процесс на сегодняшнем этапе? Спасибо еще раз за вопрос. Я думаю, что сегодня перед нашим региональным центром поставлена очень серьезная задача. Мы, как вы знаете, буквально до конца года, благодаря поручению президента, будет создана единый центр подготовки госслужащих целой республики. Мы становимся филиалом Академии предпрезидента Республики Казахстан, Государственного управления предпрезидента Республики Казахстан. И сегодня перед нами ставятся новые, более высокие задачи. И наша, в первую очередь, задача центра соответствует этим сегодня требованиям. Что для этого делается? Ну, наглядно, это, в первую очередь, люди. Мы сегодня, люди, которые работают в нашем коллективе, конечно, прекрасно понимают, что это не просто соответствует сегодня требованиям, но уже в течение этого года буквально три наших сотрудников прошли курсы повышения квалификации уже Академии государственного управления предпрезидентом. Естественно, мы те привлекаемых профессорской преподавательской состав, в которой у нас порядка более ста человек, мы перед ними тоже поставили серьезные задачи, о необходимости нового подхода в обучении государственных служащих. В целом, процесс обучения, как я уже говорил, строится не просто на теоретическом знании, мы практикоориентируем наших преподавателей. Мы прекрасно должны понимать, что сегодня те, кто работает непосредственно на производстве, те, кто работает в тех или иных регионах, сельской местности, они четко должны знать, какие задачи перед ними поставлены. И они должны умело, грамотно и четко выполнять те функциональные задачи, которые перед ними поставлены. В рамках обмена опытом вы изучали опыт государственной службы, как раньше говорили в других странах, их называли капиталистическими. Что бы вы в первую очередь переняли на то ваша воля и возможность? Путь моя воля, конечно, опыт других стран надо изучать. Мы должны видеть опыт тех стран, которые сегодня сумели настолько добиться больших успехов. Вот вчера буквально президент приводил пример Южной Кореи. Я там не был, но я был в Гонконге, я был в Сингапуре, я был в Голландии, Франции, в Англии. Тех странах, которые сегодня и по уровню жизни, и по многим другим показателям стоят очень высоко. Как они добились? Можно, конечно, немало примеров приводить, но все же они большой упор делают на государственный аппарат. Сегодня они большой упор делают на образование и науку, потому что без этого нельзя достигнуть каких-то больших существенных качественных показателей. Я думаю, что именно для того, чтобы привлечь на государство службу людей подготовленных, грамотных, умеющих работать в новых условиях, конечно, нужно необходимо, говоря и о социальном пакете. Мы должны думать о фонде азартной плате. Вот уже с следующего года, осталось буквально месяц, уже Акимата Астаны переходит на факторбальную систему оплаты труда госслужа. Это и правильно. Я думаю, что сегодня мы должны видеть результаты. Каждый госслужащий должен видеть, что сделал, как он сделал, на сколько он качествует, какие сроки, и насколько сегодня он выполняет эти функциональные обязанности. И, соответственно, если он выполнил, то должна быть соответствующая оплата. Вот эта уронилка, вы сами знаете, к чему она привела. Поэтому я думаю, что сегодня все мы люди, все мы по-разному, интеллектуальным планам, во многих других планах, мы сегодня выполняем свои функциональные обязанности. Соответственно, их должна быть и оплата труда. Я думаю, сегодня для того, чтобы привлечь на госслужбу более подготовленные кадры, которые работают и в бизнесе, и, например, тех стран, которых я посетил, все же привлекают на работу, и тут и оплата труда. Ну, это связано еще раз, говорю, что меньше будет подверг коррупционным рискам и так далее. Я думаю, что это немаловажно. Там большой упор делает и на это. И в то же время, помимо этого, они один из основных таких, главных таких, ну, не только что требований, чтобы на госслужбу были все-таки патриоты своей страны. Ну, вместе с тем, у Казахстана уже тоже берут опыт другие страны, которые входили в наш, так называемый, советский блок. Например, те же россияне, вот за годы независимых, оказалось, выяснилось, что они уже приезжают к нам учиться. Вы же прекрасно знаете об этом. Спасибо. Да, действительно, нам приятно, что все же у нас совершенствуют госслужбы. Уже не первый год, напротив, многих лет. И есть у нас чем поделиться. Главное, наш ближайший сосед в лице в России, вот Ульяновского губернатора, представители были у нас. Они с интересом изучали опыт работы нашего регионального центра, опыт работы нашего агентства госслужбы, поскольку у них подобных региональных центров нет вообще. И они с интересом изучали наши программы семинарские, они были на диалоговой площадке, встречались с нашими слушателями, было им интересно очень много, они очень много подчеркнули, буквально взяли все наши программы, смотрели, изучали, беседовали, и сделали для себя выводы. И когда уже наши коллеги из агентства поехали туда, они уже у себя начали применять это. Это очень отрадно, что все-таки опыт у нас какой-то определенный есть. И не случайно сегодня я уже сказал, что аттестация еще раз показала, что все же на госслужбу приходят более подготовленные кадры. И если мы хоть какую-то лепту несли это, то мы не зря свой хлеб едим. Олег Булович, поговорим теперь о вашей депутатской деятельности. Сейчас декабрь, и можем подводить итоги года. Скажите, каким был год для депутата Баймагомбетова? Год был непростым. Вы знаете, я буквально уже более полутора лет в качестве депутата уже областного мастер-хата. Мне доверили мои избиратели, которые сегодня в 22-м округе, это микрорайон Васильковский, это проспект Аблайхана, центральный микрорайон, это КОКТЭМ. Я благодарен за то, что они мне оказали высокое доверие. Но это надо доверие оправдывать каждый день, ежечасно, ежеминутно. Потому что я прекрасно понимаю, что мало надеет значок, мало выступает на сессиях, надо отставить мнение населения, каждый день доказывать, что сегодня мы должны решать проблемы населения. Буквально на прошлой неделе были публичные слушания по повышению тарифов на электричество. Поверьте, мы прекрасно понимаем, что сегодня у государства серьезные проблемы, потому что изношенность труб, водопровод, тепла, электричество. В последнее время, к сожалению, есть перебои с электричеством. Это связано с тем, что варшаю изношенность и так далее. Но мы должны четко понимать, что только повышают тарифы за счет населения, а население, как показала практика, практически 100% оплачивает. И в основном это ряд юридических лиц не оплачивают в нашем городе, и в целом республике мы имеем. Там инструменты есть, что не платишь за свет, там мгновенное отключение идет. Отключают. Поэтому население всего 5 миллионов должно оказываться. Поэтому задача наших депутатов, чтобы тарифы, возможно, и будет повышение, но надо учить платежеспособность населения. О чем говорит президент? Ну как можно повышать на 10%, когда повышается пенсия на 6%? Надо четко учитывать, должен быть баланс. Во всяком случае, с опережением должна быть пенсия, с опережением должна быть зарплата, тогда и возможно повышать тарифы. Но все должно быть, баланс должен быть во всем. Если большая часть нашей зарплаты, пенсии, будет уходить только на коммунальные услуги, а как жить? Поэтому сегодня надо четко учитывать баланс во всем. Поэтому вот это, вот я говорю, один только пример. Немало примеров, когда ко мне, вот раз я депутат областного, выезжаю, только в этом году я полуобластью проехал, было и Аршалинское, Степногорске, Гиндекорском районе, Коргажинском, замеряю для других регионов. Вот Бурабайского района, вот при посещении ко мне обратились работники одни из предприятий, села Кенисары, в котором порядка полугода, полугода не выплачивали зарплаты. Я не мог оставить в виду внимания этот вопрос. Сегодня, как мне приятно сказать, что благодарят жители, звонили мне, благодарили за то, что вопрос решен. И мне, значит, мы вопрос этот решаем и будем в дальнейшем держать на пульсе все вопросы, которые сегодня возникают у населения. Олег Иванович, вот режиссер подскажет, что пока вот отвечали на вопрос по депутатской деятельности, позвонили, вопрос по деятельности, вот касающейся госслужбы. Вот насколько привлекается ветерану госслужбы к обучению нынешних кадров, особенно молодежи. Вот такой вопрос задали по телефону. Но, к сожалению, звонок сорвался, я просто передаю. Хорошо. Вопрос очень важный, поскольку сегодня институт наставничества, мы на агентство госслужбы на постоянной основе этот вопрос ставят. И сегодня академия ставит. Мы буквально недавно провели семинар, в котором участвовало немало людей, которые занимают наставничество. Мы должны тоже обучать их, хотя они люди опытные, но надо применять новые формы обучения. Поэтому мы их постарались в течение 40 часов обучить, каким образом быть наставником. Я думаю, что даже в преподавании нашем региональном центре мы привлекаем опытных людей, которые уже или были руководителем, но сейчас могу сказать о Кульмагомеде, о Катаркове, который мы приглашаем на данный семинар. Мы приглашаем людей, которые знают о госслужбе, не по наслышке. На протяжении многих лет они работают в госслужбе, люди практики. Поэтому мы говорим о практике, ориентированности обучения. Поэтому мы большой акцент делаем и на опытных людях. Перевернемся к вашей депутатской деятельности. Что вы можете сказать по бюджету текущего года? И, возможно, раскроете, может быть, тайны бюджета следующего года. На что он будет ориентирован? Ну, вы знаете, наш бюджет. Для сегодня я буквально провел уже, под моим председателем прошли две неочередные сессии, где были уточнения бюджета. Мы направили те средства, которые поступили нам из республиканского бюджета. Мы в качестве венца направили на те или иные регионы. Мне сегодня отрадо отметить, что сегодня немало средств направили на нашу областную центру. Буквально, если бюджет с 2017 года, это порядка 223 миллиарда. Для сегодня мы область еще дотационная. 52% бюджета было направлено на социальную сферу. Это на образование, культуру, здравоохранение, на социальную поддержку населения. Я отрадо отметить, что мы буквально провели совместное заседание, поставили комиссии всех. И буквально выработан уже примерно бюджет, который сформирован, он социально ориентирован. И на 2018-2020 годы, буквально 13 декабря, пройдет очередная сессия МОСИХАТ. Бюджет трехлетия. Так, на которую я буду председателем данной сессии. Меня отрадно отметить, что предварительно уже мы знаем, куда будут направлены средства, где они эффективно будут работать. Мы еще отрадо отметить, что будут построены новые школы, новые больницы. Отрадо отметить, что будет капитальный ремонт действующих. Да, дорог и так далее. Мне хочется еще раз поблагодарить и руководство, и все республиканцы, бюджеты. Это то, что наша область, наш город сейчас направлены значительные средства. И в первую очередь отрадо на жилье. На те слои общества, которые сегодня в большей мере нуждаются в этом. У нас при столичной области, поэтому должно быть повышенное внимание во всем. Вот сейчас везде проходят отчетные встречи депутатов городских, по крайней мере, которые я знаю, с населением. Что вы скажете своим избирателям? Когда будут проходить ваши отчетные встречи? Я внимательно слежу за прессой. Когда избиратели не знают нас депутатов лицо, конечно, не делают нам чести. Я думаю, что если мы на постоянной основе будем отчитываться перед населением о своей работе, знать проблемы населения. А где, как ни на встречу, узнать проблемы населения? Я буквально будущего депутата городского, уже областного, неоднократно встречался. Я был и в 19-17 школе, где находится мой избирательный округ. И во втором штабе я встречался с населением. Именно с первых уст я узнаю о проблемах населения. Они задают, я если не могу решить сразу, то записываю для того, чтобы в дальнейшем вернуться к этому вопросу. Для решения люди ставят вопрос не просто обозначить проблему, а для того, чтобы депутат их решал. А для чего вы нас выбирали? Для решения проблем. Я думаю, что сегодня могу уверенно сказать, что в Центральном микрорайоне, вот Коктеме, микрорайоне Васильковска, вы посмотрите, как благодаря исполнению органов власти первую очередь, жилища коммунальной службы, сегодня меняется облик, появились парковки, появились спортивные, дворовые площадки, идет активность, идет асфальтирование, твердое покрытие, брусчатка. Это большие средства. Мы городского, с областного бюджета направили значительные средства для того, чтобы изменить облик нашего города. Я думаю, отразные, на территории данного округа, моего округа, как раз сегодня появляется хорошая современная школа на 900 мест. Отрадные в следующем году, если все будет нормально, она будет завершена, и мы отслеживаем. Вы имеете в виду микрорайон Сарарка или микрорайоне Боровском? Микрорайон Сарарка, Коктем, да, на 900 мест, новая современная школа, я очень надеюсь, что она будет сдана в срок и качественно, главное. А в микрорайоне, вот в 18 школе эта пристройка тоже, она уже будет завершена. Да, она уже практически завершается. Я думаю, что в следующем году она примет своих учащихся, которые с удовольствием придут в эту школу. Ну, много говорится о борьбе с коррупцией со всех трибун. Вот расскажите о вашем личном вкладе в борьбе с коррупцией. Да, говорить о личном вкладе, наверное, трудно. Но поскольку я... Ну, я знаю, что у вас есть фонд. Да, у меня, еще раз один поправлю вас, не фонд, это общественная организация, общенациональное движение против коррупции, Жанару. Буквально месяц назад я был на большой диалоговой площадке, где присутствовали видны общественные деятели, ну, вы знаете, руководители нашей общественной организации Роба Абдекарим, известные в республике человек, присутствовали очень депутаты Мажелиса, сейчас видны общественные деятели в лице Соловьевой, в лице Баталовой и много других депутатов. И мы обсуждали наболевшую проблему, которая волнует все население. Наша задача сегодня формировать антикоррупционную культуру среди населения. Вот, бывая в регионах, а мы на постоянной основе бываем в регионах, мы еще раз встречаясь, говорим о необходимости нулевой терпимости по отношению к коррупции. Сегодня, если мы, население, не проявить интерес, если население будет безучастно, только специально органами, вряд ли нам придет, мы сможем решить эту проблему. А проблема очень серьезная. По оценкам экспертов, потери, экономические потери от коррупции составляют, ежегодно составляют 3,80 миллиарда долларов. Для нашей страны это громадный, если бы эти деньги направить на строительство школ, больниц, мы сколько школ, больниц, сколько мы могли сделать ремонт и так далее. Я думаю, что мы должны прекрасно понимать, без конкретной наступательной борьбы с коррупцией, мы не сможем многие вопросы решить. Вот как депутат, как шлем партии Нуратан, как бывший работник комсомола, как вы сейчас работаете с молодежью? Да, очень хороший вопрос. Я действительно беру большой заряд энергии, когда встречаюсь с молодежью. Я это делаю очень часто, поскольку мне приятно работать с молодежью. И они сегодня очень интересные, они мобильные, они более агрессивные, они более амбициозные, они зажигают нас своей энергией. И я вот во время встречи буквально недавно, я имею учащимися в областной библиотеке Миржан Жумаба, я встречался учащимися в колледже, буквально недавно с рабочей молодежью, и вот колледжей Миржана Сала, на выездах в регион обязательно, я даже хожу на КВН, я уже более 15 лет хожу в КВН, в качестве члена жюри, мне очень приятно, что молодежь меня не забывает, я там заряжаюсь энергией. И вот буквально недавно был фестиваль КВН, и мне было приятно отметить, что они там поднимают те проблемы, они, я же сказал, они более амбициозные, они открыты, говорят о тех проблем, которые в городе, в нашей области есть, и я думаю, что на таких встречах нам полезны, они необходимы, и не только для того, чтобы заряжаться у нас энергией, они говорят, очень много насущих проблем поднимают, а нам, уже людям старшего поколения, необходимо брать это на вооружение, и не просто брать это на вооружение, а и решать их эти проблемы. В каких вы еще общественных институтах принимаете участие? Да, если я их перечисляю, это у меня много времени, вот часть партии Нур-Отан, вы знаете, я на протяжении 8 лет проработал в качестве первого заместителя, заведующего отделом, и консультанта, и сегодня я не стою в стороне от этого главного, главной политической партии, я с уважением отношусь, потому что благодаря партии мы стали депутатом городского областного мастер-хата, сегодня мы пытаемся решать многие, реализуют ту платформу партии, я являюсь оригинальным куратором по направлению, реализую платформу партии «Казань государственных услуг», я являюсь заместительным председателем комиссии партии на контроле, буквально сегодня было два больших мероприятия, в которых я принимал участие, и мы не просто заседаем, а заседаем ради заседания, мы там и решаем конкретный вопрос, мы заслуживаем руководителя ряда, областных руководителей Акимов, городов, районов, мы ставим конкретные перед ним задачи, мы ставим о партийной дисциплине, и в случае нарушения, которые, к сожалению, у нас имеют место, и вы знаете, сегодня об этом нельзя не говорить, если мы будем сегодня правдивы, где, как ни партия, должна жестко контролировать, осуществлять общественный контроль на деятельности, чтобы наши, те деньги, которые сегодня направляются в экономике, они должны давать эффект. Ну вот эти вот два мероприятия, вот до обеда, после обеда, бюро полицовета, потом комиссия по противодействию коррупции, вот что из них, такую соль вы можете сейчас вынести, рассказать, хотя мы сюжеты сегодня дали про эти мероприятия. Я был непосредственно участник данных двух заседаний, мне до обеда было бюро полицовета, просто был четкий, жесткий разговор, куда идут деньги, как они расходуются, как идет реализация предплатформы партии на местах, насколько сегодня решается или не решается проблема. Мне очень приятно отметить, что вопрос жестко, конкретный по существу. Во второй половине дня совместное заседание по общественному совету по коррупции и комиссии партийного контроля, там остались вопросы тоже такого же порядка, где мы заслушали ряд руководителей по реализации партийной платформы, и также о, сейчас речь идет, вы знаете, о неправительственной секторе, и нам хотелось куда и направлять, насколько они эффективно дают... Арий Иванович, у нас буквально под занавес нашей встречи дозвонился телезритель и хочет задать вопрос, который, по-моему, относится к вашему избирательному округу. Пожалуйста, давайте мы вас слушаем, задавайте вопрос. Житель поселка Саро-Аэропорт, дорога от Васильковки к озеру, сделайте нам, пожалуйста, дорогу, чтобы мы могли проехать ни машин бить, ни ноги ломать. Когда здесь будет порядок у нас? Хотя бы засыпьте, хоть отходами с асфальтом, чтобы ровненькая дорога, чтобы мы могли проехать к озеру, пройти домой, да мы старухи, нам 50, 70, 78 лет, и мы идем падаем, а ночью, и освещения нет. А сейчас столько криминала. Пожалуйста, сделайте нам несколько освещений и дорогу осыпьте. Это ваш округ? Да, непосредственно мой округ. Я буквально завтра обязуюсь проехать по этой дороге, еще раз убедиться. Я знаю эту дорогу, знаю там, ну вы знаете, это район как раз остался с нескольких таких частных домов, понятно, там рядом детский сад и так далее. Я думаю, что раз вопрос поставили, я проеду, посмотрю и постараюсь максимально решить для того, что в следующем. Лично можете обратиться ко мне по телефону 25-8202, я обязательно, выехав, решу эту проблему по возможности. Хорошо. Ну что ж, Ольга Иванович, на этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что приняли участие. Удачи вам в работе и в переподготовке и повышении квалификации госслужащих и на депутатском поближе. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, мне принимал участие директор регионального центра переподготовки и повышения квалификации госслужащих, депутат Акмолинско-областного масляхата Алибек Баймагамбетов. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова